По инициативе Всемирного фонда психического здоровья 1 марта назван днем сна. Эту дату вполне можно назвать профессиональным праздником врачей, которые занимаются сомнологией. О пользе сна и результатах недосыпания в сюжете. Около трети всей своей жизни человек спит. При этом о качестве сна люди практически не заботятся. Укорачивают время, предназначенное для активного отдыха мозга, в постоянной гонке за средствами существования и карьерным ростом. Часиков 7-8 хватает. 9 часов. Нормально. А вам? Поменьше. Часиков 6. 8 как минимум. А если не получится столько поспать? Значит, буду весь день клевать носом. Именно регулярный недосып начинает подрывать работоспособность. Ведь чтобы провести день наиболее активно, ночью необходимо восстановить баланс сил клетки нервной системы. А это одна из мощных профилактик любого заболевания. Для большинства людей необходим сон продолжительностью не менее 8 часов. Недостаток сна не только приводит к ухудшению внешнего вида, особенно у женщин, но и может спровоцировать или усугубить такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Сахарный диабет напрямую связан с хроническим недосыпанием. Я не говорю о недосыпании кратковременно, которое бывает в жизни каждого человека. При этом медики предупреждают. Долго спать тоже вредно. Сон, который длится 10 часов для взрослого человека, может быть опасен тем, что нарушаются биоритмы, снижается энергетический тонус организма. Постоянное систематическое пересыпание – это уже медицинская проблема. Значит, за этим кроются какие-то проблемы со здоровьем. Может привести к таким состояниям, как депрессия, спровоцировать или, скажем так, ухудшить состояние по ожирению, по сахарному диабету. Особое внимание стоит уделить и в каких условиях мы спим. Матрасы, подушки, одеяло. Приобрести качественные вещи, необходимые для здорового и спокойного сна, можно в магазине «Текстильщик». Выбор велик. Немалую роль здесь играет и постельное белье. Самый удобный вариант – обычный хлопок. Для здорового сна я всегда советую людям, которые гипоаллергенные влаготалкивающие. Потому что шерсть бывает необработана, делается добавление в подушках и в одеялах. А бамбуковый волокно – оно гипоаллергенные влаготалкивающие. Можно, как говорится, предоставить для детишек, например, и для у кого аллергия. Врачи-сомнологи считают, что человек, подобно природе, должен засыпать по возможности на закате, а просыпаться с рассветом. Так что ложитесь спать вовремя. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.